Его часто приглашали на роли злодеев, но он играл не зло, а бунт. Атомную бомбу, готовую взорваться внутри человека. Казалось, он и жил с этой атомной бомбой в груди. И окружающие смотрели на него с опаской. Он мог режиссёру сказать, известнейшему режиссёру, вы не готовы к репетициям уйти из репетиционного зала. И он не стремился к тому, чтобы располагать к себе вообще никого. Ни женщин, ни мужчин. Он никогда не вымаливал какие-то награды и какие-то высокие оценки. Никуда не вписывался. Он стоит такой, понимаете, кочерыжкой. Его ни сюда, ни лев, ни права. Стоит и всё. Борисов. У него была в характере она. Сила его. Сильный, сильный человек был. Только для этой женщины, жены, любимой, единственной, Олег Борисов был понятным родным человеком. Частью её самой. Для всех остальных он оставался недоступным, закрытым, застёгнутым на все пуговицы. Чужаком. Вот уж ирония судьбы. Даже родители Олега сомневались. А их ли это сын? Дело в том, что в роддоме им сначала по ошибке выдали девочку. После слёз и уговоров матери, ей всё же вернули сына со словами «Больше обратно не приносите». Порой она пытливо поглядывала на первенца. Парнишка казался ей каким-то особенным. Да, он всю жизнь оставался особенным, отдельным человеком, который не вписывался даже в неровный актёрский строй. Его увольняли или вынуждали уходить. Правда, потом всегда звали обратно. Но Борисов уже не возвращался. Олег не жаловался и не возмущался, но всё больше замыкался в себе. А ведь в юности был совсем другим. Олег Борисов – солнечный мальчик. Он играл всех розовских мальчиков, был любимцем Киева. Его обожали именно как солнечного мальчика. Киевский театр русской драмы имени Леси Украинки стал театральным домом Олега Борисова на 13 лет. В 1951-м он окончил школу-студию МХАТ. Никто из однокурсников тогда не сомневался, что уж кого-кого, а Олега непременно оставят в родном театре. Собственно, это ему твёрдо обещали и мэтры студии. Но в последнюю минуту место Борисова занял сын его педагога. И это было первое серьёзное предательство, с которым столкнулся артист. Впрочем, тогда Олег был молод и легко пережил удар. Тем более, что его очень ждали в Киеве. Там он сразу стал репертуарным артистом. И публика ходила на Борисова. И его партнёршей во многих спектаклях была Ада Роговцева. Когда уходила со сцены, у меня было такое лицо, мне говорили, что ты смотришь, выглядишь как идиотка. Рот до ушей, глаза сияют. Я говорю, я с Олегом на сцене была. Это было невероятное счастье. Потому что это было так искромётно. Это было с такой выдумкой. Это не успевал, не успевал реагировать на его повороты. Хлопцы и девчата, восклицательный знак. Имейте совесть, запятая. Дайте Василию и Кате попрощаться. Тире. Сами были молодыми, запятая. Нужно же соображать. О, точка. В Киеве Борисов начал много сниматься в кино. И даже по его ранним работам видно, какого класса артиста приобрёл отечественный кинематограф. Играя в фильм, скажем, «Балтийское небо» или что-нибудь ещё с перестрелками, атаками, всё равно я вспоминаю его глаза, а не залпы огневой подготовки. У Олега уже были работы в десятке фильмов, когда он получил свою звёздную роль Свериды Петровича Голохвастова в комедии «За двумя зайцами». Надо отдать должное режиссёру фильма Виктору Иванову. У него было чутьё на гениев. На главную роль он хотел пригласить либо Николая Гриценко, либо Олега Борисова. Но Олег пробовался первым. С этой минуты другого актёра Иванов уже и представить себе не мог. Я скоропостижно хочу жениться на них. Я не согласен. Борисов всегда старался сдерживать свой комедийный дар, боясь перегнуть палку. Но в «Зайцах» уж дал себе волю. Сыпцы, пустите, улюбись у меня. Я кричать не буду. Улюбись у меня. Улюбись у меня, а то удавлюсь тут же перед тобой. Давитесь. Что вы делаете? После выхода этого фильма артист стал национальным героем. Дошло до того, что в историческом центре Киева на Андреевском спуске поставили памятник Олегу Борисову и Маргарите Креницыной в ролях Голохвастова и Пронии Прокоповны. Ваша папироска шкварчит? Это в груди моей шкварчит. Чего? От любви. Футболисты киевского «Динамо» смотрели этот фильм перед каждым матчем. Выдающийся спортсмен и один из лучших тренеров в истории футбола Валерий Лобановский считал, что «Зайцы» приносят команде удачу и психологически настраивают игроков на победу. Я вас переквалифицирую, термоеды. 0-2, 0-3. Сколько можно? Они дружили всю жизнь. Футболисты Лобановский, Базилевич и артист Борисов. Олег был страстным болельщиком. Если шла игра, в антракте он обязательно интересовался счетом. А когда футболисты были свободны от тренировок, то в полном составе приходили к нему на спектакль, а потом разбирали и сыгранные матчи, и сыгранные роли. Киевские динамовцы, когда они посмотрят какой-то спектакль Олега Ивановича, то они его потом спрашивают. Олег Иванович, а вы сколько дней будете восстанавливаться? Он говорит, как? Говорит, у меня завтра спектакль. Он говорит, как спектакль? Мы думали, что у вас спектакль через неделю. Его внутренний градус настолько высок, что, мне кажется, никакой термометр бы это не смог бы вычислить. Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой. И ум у него не для танцевания, а для устройства себя. Но не все так радовались успехам Олега и восхищались его игрой. Труп поболезненно переживала славу своего коллеги. А уж когда Борисов поехал с фильмом «За двумя зайцами в Польшу» для участия в «Днях советского кино», артисты написали коллективное письмо в газету «Советская культура». Просигнализировали, что, дескать, зазнался Олег Борисов. Премьер не чает. Ада Роговцева была единственной в театре, кто это письмо не подписал. Я, значит, страшно возмутилась, потому что я тогда, я и сейчас, но тогда была очень максималисткой. И говорю, давайте я подпишу вот ваши все тут подписи, а моя против вас всех. За него можно? Ваша деятельность идет вразрез с общим настроением. Кстати, областная печать уже высказалась по этому поводу. И мы совершенно согласны с автором этой статьи. Вот. Пожалуйста, прочтите. Когда Олег приехал из Польши, то узнал, что из театра он уволен. Правда, вскоре перед артистом извинились и позвали обратно. Ведь на Борисове держался репертуар. Да и в Министерстве культуры были недовольны. Но уходя, уходи. И Олег в театр не вернулся. Бонжур! Пошли, друзья! Олег Борисов быстро понял, насколько уязвима актерская профессия. И даже отговаривал младшего брата Леву поступать в театральное училище. Но тот не послушался и в артисты пошел. Жизнь развела братьев по разным городам. Встречались они редко. Но в одном фильме «Садовник» все-таки снялись вместе. Абсолютно разные, совершенно не похожие. И по темпераменту, и по манере игры. Вот духовный мир, может быть, он был разный, но он и у того, и у другого был глубокий. А ты помнишь, как до войны тут было? Арка вон там стояла. А мы летаем кругом, пацанва. Радость. А мы все в галстуках. Мы пионеры, дети рабочих. Я на барабане. Кто на барабане? Я на барабане. Ты, что ли? Борисов-младший всегда был более открытым и распахнутым. Старший брат все переживал в себе. Расставание с Киевом для Олега было тяжелым. Но, несмотря ни на что, он всегда любил этот город. Ведь именно там ему выпал счастливый лотерейный билет. В 22 года артист влюбился. Старший брат. Он был влюбленный билет. Он был влюбленный билет. Он был влюбленный билет. Влюбился, случайно увидев у одной знакомой вот эту фотографию. На ней девушка, которую Олег никогда раньше не знал и нигде не встречал. Он сразу понял, что это его судьба. Так оно и вышло. 3 февраля 1954 года сыграли свадьбу. Алла Латынская, так звали девушку с фотографией, стала его женой, его другом, его союзником на всю жизнь. Очень любил жену. За каким бы столом ни сидели, в каком бы ресторане, в какой компанией. Наконец, что-то очень вкусное, хорошо приготовленное. И всегда была реплика. У него, вот Алена моя, вот эту вещь делает значительно лучше. Супруги Борисовы прожили вместе 40 лет, так ни разу и не поссорившись. 3 февраля, день их свадьбы, всегда был главным праздником в семье. Эти двое опровергали все гороскопы. Два скорпиона не могли наглядеться друг на друга. Алла быстро поняла, что нужно мужу. Когда необходимо, всегда была рядом, но и умела быть незаметной, не мешать. Вроде были и вместе, и вроде у каждого была своя территория. Олег Иванович сидел в другой комнате, где обязательно в кресле, только макушка видна. И читал, и готовился к роли. Через два года после свадьбы, в 56-м, у Борисовых родился сын Юра. И союз двоих стал нерушимым союзом троих. У отца с сыном были удивительные отношения. Еще со всем ребенком Борисов-младший стал единомышленником Олега Ивановича. Во всем. Даже текст роли артист учил с помощью сына. Юра подавал отцу реплики за всех персонажей. Самое главное, и это, наверное, счастье, что у отца есть такой сын, что они говорили на одном языке. Они говорили какими-то обрывками фраз. И я даже там, про что они там говорят. А они друг друга понимали моментально. Юра – это, может быть, та часть Олега Ивановича, которая не была видна никому. Это та нежность, та мягкость, та абсолютная бессеребренность, какая-то открытость этому миру. Но тогда, в 63-м, покидая Киев навсегда, Борисовы не могли знать, насколько трагичной и короткой будет их жизнь. Олега впереди ждали БДТ и Товстоногов. Театр и режиссер, о которых мечтал каждый артист. И город Достоевского – писателя, тайну которого Борисов пытался постичь всю жизнь. Питер не обманул. На сцене БДТ случилось кроткое – спектакль, поставленный Львом Додиным по одноименной повести Федора Михайловича. Борисов сыграл невозможный – бездну человеческой души. Казалось, что сам Достоевский выбрал Олега на эту роль. Сказать, что для меня существует еще один пример воплощения любого произведения Федора Михайловича Достоевского. Вот этого точного соответствия, как Олег соответствовал образу героя в повести «Кроткое», у меня не было. Это было открытие. К сожалению, записи этого спектакля не осталось. Но «Кроткое» стала легендой двух столиц. Через пять лет Додин возродил спектакль на сцене МХАТа. Принимая тебя в свой дом, я хотел полного уважения. Я хотел, чтобы ты стояла перед мной в мольбе за мои страдания. Я стоил того. А я всегда был горд. Я всегда хотел. Или всего, или ничего. А потому что я не половинчик счастья. Тот, кто видел это, не забудет никогда. Именно здесь театр назывался, да, еще филиал МХАТа, на этой сцене я смотрел спектакль «Кроткое» с Олегом Ивановичем Борисовым. Я, правда, сидел в партере. В партере там сидел, думаю, что на корточках. Эти же зоны смолчания не сыграешься, у тебя нет мощнейшей внутренней жизни. На это смотреть можно бесконечно. Вот он здесь, это было чудо для меня. Я до сих пор этот спектакль помню. И до сих пор вижу его перед глазами. Потому что это было что-то феноменальное. И сразу же, сразу же я поняла, что это актер колоссального масштаба. Просто колоссального, огромного. Несомненно, Борисов был рожден для того, чтобы играть Достоевского. В 1980 году режиссер Александр Зархи утвердил Олега на роль писателя в биографической драме «26 дней из жизни Достоевского». Артист был окрылен. И на радостях даже совершил какой-то мальчишеский поступок. Возвращаясь домой, он прошелся по ленинградским улицам в гриме. Погруженные в свои мысли горожане Достоевского в толпе не заметили. Но фурор Борисов все же произвел. Аула, открыв дверь мужу, чуть не упала в обморок. Не узнали Олега Ивановича в этой картине и зрители. Все кадры с Борисовым, оставшиеся в фильме, сняты только со спины. Лицо Достоевского впоследствии сыграл Анатолий Солоницем. Олег отказался продолжить съемки. Образ писателя в трактовке мэтра отечественной кинематографии показался ему опереточным и легковесным. Это было тяжелое для него решение. Но иначе артист поступить не мог. Он четко знал, что он хочет. Он уважал себя и уважал профессию. И он не предавал ни себя, ни профессию. За честность и уважение к профессии Олег Иванович был наказан. Руководство Мосфильма отстранило его от всех съемок на два года. Борисов был потрясен явной несправедливостью. Ведь правда была на его стороне. Но режиссеры не оставляли попыток нарушить табу на Борисова. Нет, я о вас не такого мнения. Вы, по-моему, человек строгий, во всяком случае, нелегкомысленный. В 1982 году Вадим Абдрашитов и Александр Миндадзе приступили к съемкам фильма «Остановился поезд». В роли человека, пытавшегося разобраться в том, что происходит вокруг, и возненавидевшего людей, они не видели никого, кроме Борисова. Мы поехали в Питер, все-таки с ним встретиться, потому что по телефону и он, и Алла Романна, и его жена говорили, что это напрасные хлопоты, не пробьете, не получится, я запрещенный и так далее. Тем не менее мы поехали. Прочел сценарий, вышел, было ясно, что сценарий его так впечатлил, скажем так. Он уже был, это видно по актерам, он уже в материи или нет. Надо делать карьеру с такими способностями. Это точно. Платят-то хоть хорошо. Жена у меня кандидат наук химических. Нам хватает. Теперь в Ленинграде стали приходить в театр на Борисова. На спектакли БДТ люди приезжали из разных городов. И артист никогда не разочаровывал своих поклонников. Я застал, например, Генриха Четверкова. И это, конечно, уникальная ситуация, когда на сцене такое классическое перерождение, когда гулёна принц, и когда ему достается власть. Ну, это просто такой ходячий учебник мастерства актера. Ходячий. Теперь мой долг перед тобой, отец, печалиться и плакать, и скорбеть. А долг твой мне, вот этот твой венец. Когда он поднимал корону, это была такая тишина в зрительном зале. Необыкновенная совершенно, потому что он понимал, что он совершал великую акцию. Это не было просто «я поднимаю корону, которую я желаю, давно и жажду». Я буду царствовать. Я буду царствовать долго. Я так долго ждал этой минуты необыкновенной. Он как будто короновал себя в театре. Кажется, что каждая роль Борисова, будь то классический образ или современный, была написана специально для него. Настолько правдоподобно Олег жил в кадре. И даже злодеи в его исполнении порой заставляли в себя влюбиться. С моими неизжитыми страстями, от которых порой и мне бывает тяжело и страшно. С моей жадностью, беспринципностью, с моей фантазией, которая, возможно, вам кажется безумной. Киперболоид, так обаятельно сыграть гада, понимаете, прекрасно. А Раферти, я до сих пор, если я слышу эту музыку, я ищу, где, в каком, в какой, в каком, где, где, где Олег Иванович сейчас, откуда он покажется. Большая игра отжил. Я знаю, чего стоит главный приз. Ради этого ни минуты покоя. Всё отдаётся этой сумасшедшей игре. Душа всех героев Борисова была полем битвы между добром и злом. В очередной раз он это показал в шестисерийном фильме «Подросток», снятом в 1983 году режиссёром Евгением Ташковым по одноимённому роману Фёдора Михайловича. Я снова смогу пользоваться вашим расположением, вашей дружбой, которую я всегда так ценил и которой гордился. Мы все были в атмосфере Достоевского подростка. Олег, ну, возможно, он как бы быстрее входил в роль, но мне казалось, что вот он уже пришёл, вошедший, и уходит, так сказать, ещё в ней. В «Подростке» Борисов играет роль родовитого дворянина Андрея Петровича Версилова. В центре сюжета – его сложные отношения с рождённым от дворовой девки сыном. Милый мой мальчик, да за что же ты меня так любишь? Отцовство Олег Иванович сыграл и в фильме Петра Тодоровского «По главной улице с оркестром». Причём многие отговаривали режиссёра утверждать на главную роль Борисова. Дескать, тут нужен артист с лицом добряка, а у Олега суть иная. Узнав об этом, артист усмехнулся и сказал Петру Ефимовичу, «Так и быть, сыграю тебе доброго». А я из института ушёл, да, так что можешь считать себя завкафедрой. Мне кажется, что он сыграл человека, который способен любить, способен сомневаться, способен сострадать, и которого немножко жалко, потому что он не приспособленный к этой жизни человек. В фильме «По главной улице с оркестром» Марина Зудина сыграла дочь персонажа Олега Ивановича. Надо сказать, что 20-летняя актриса не сразу нашла контакт с легендарным партнёром. Значит, отныне Вася принадлежит только Васе. Разница колоссальная между тем, когда он со мной как с дочерью, и с тем, как он со мной просто, ну, как бы кадр закончился, и мы просто разговариваем. За время съёмок отношение Олега Ивановича к юной актрисе потеплело. И он даже предлагал Марине стать его партнёршей в спектакле «Кроткое», что было высшим с его стороны признанием. А вот талант Олега Меньшикова Борисов угадал с первой встречи. Я сам обалдел, потому что он меня принял, ну, вот сразу, как говорится, и безоговорочно. Я появился на площадке, он меня увидел, растолкал массовку, подбежал. То есть это было, это для всех, при всей его, человек в себе, не подпускающий близко к своей душе, ну, мало кого подпускающий. И вдруг вот так, это для меня была совершеннейшая неожиданность. И те люди, которым я говорил, что вот мы практически до 4-5 утра с Олегом Ивановичем сидели под водочку и гитару, и на меня смотрели немножечко как на фантазёра, потому что этого не могло быть, как бы, как Олег Иванович. Для всех казалось, что он должен сидеть, вовремя ложиться, с текстом в руках и так далее, и так далее. Через 17 лет служения в БДТ он ушёл из театра. Формальная причина – воссоединение с семьёй. К тому времени сын артиста работал в Москве в театре у Бориса Покровского. Алла разрывалась между мужем и Юрой. Но в действительности всё обстояло гораздо сложнее. Борисов так и не стал артистом Товстоногова. Георгий Иванович то ли в шутку, то ли всерьёз не раз говорил. Олег, ну нельзя же играть так хорошо, всем назло. Он не специально подавлял кого-то. Он просто так играл. Коллектив – это очень сложно. Это личности, к каждому нужному подходят. Иногда хочется, чтобы это была какая-то, так сказать, команда. Лик Иванович не мог быть командой. Он сам по себе команда. Это в каком же вы чине считаетесь? В большом или как у вас? Не очень. Начальство не разглядело моих дарований. Талант Борисова поражал и пугал, как стихийное бедствие. Даже такой мэтр режиссуры, как Товстоногов, порой не знал, как укоротить этот ураган. Подумав, Георгий Иванович, не объясняя причины, отдавал обещанную Олегу роль то Басилашвили, то Лебедеву. Борисов, как всегда, молчал. Но зарубки на сердце оставались. Для него был трудный период, но, зная отлично, что нашу актерскую профессию делает наша судьба, как-то не страшно говорить, без этой трудности и противостояния постоянного, которое он испытывал в БДТ, не было бы гениальных результатов. Это плата, человек идет на это сам, человек изжигает себя сам. Но я по-другому не могу назвать. Это вот плата за возможность быть самим собой. У Олега Ивановича появилась надежда, что остаться самим собой ему удастся в Амхате. На сей раз он поверил Олегу Ефремову и приехал в Москву. Начало было многообещающим. Борисов получил роль Астрова в «Дяде Ване». Наконец, сбылась его мечта – сыграть чеховскую драматургию. Ну, вот здесь находилась гримерка Олега Борисова. Здесь он гримировался, одевался. Потом выходил на сцену загримированный, одетый. В спектакле «Дядя Ваня». Хищница, милая, не смотрите на меня так. Я старый воробей. Хищница? Я ничего не понимаю. Ну, красивый, пушистый хорек. Начались репетиции. Евгений Евстигнеев играл профессора Серебрякова, Анастасия Вертинская, Елену Андреевну. Я видела вблизи только невероятную собранность, четкость, профессионализм высочайшего. Ефремов с огромным пиететом относился к его творчеству. И он почти не делал ему замечания. Он как бы тоже, как завороженный, смотрел на эти репетиции. И он следовал за ним. Спектакль имел феноменальный успех. И во многом это была заслуга Олега Борисова. Он создал совершенно неожиданный образ хрестоматийного персонажа. Принято играть в «Астрове», то, что он такой русская душа, такой нараспашку, что он пьет, гуляет. Было такое впечатление, что Борисова вообще это качество своего персонажа вообще не интересовало. Так не играл никто до него. Он имел огромный успех в этой роли. Очевидно, что Ефремов по-актерски позавидовал Борисову. Нет, не его успеху, а тому, что, оказывается, это можно сыграть и так. И втайне от Олега Ивановича сам стал репетировать «Астрова». С этой стороны предательства Борисов ну никак не ожидал. И поэтому оно было особенно болезненно. С утра пораньше проверяют мою бдительность. Хотят скомпрометировать. Кто? Есть человек. Есть. Он у меня за спиной. Если бы Олег Николаевич, предположим, встретился бы с ним в кабинете и сказал, ты знаешь, я жутко хочу сыграть эту роль. Как ты отнесешься к тому, что я хочу вот тоже вот как-то сыграть? Я думаю, это была бы другая реакция Борисова. А так в результате этого инцидента из театра ушел Борисов. За ним ушла я, за мной ушел Калягин, а за Калягином ушла Катя Васильевна. Никто не вернулся. Это было роковое такое событие. И, конечно, для Борисова это была наверняка травма большая. Я полагаю так, что это была огромная травма. Дядя Ваня на сцене МХАТа продолжал идти с Астровом Ефремовым. Но это был уже другой спектакль. Ефремов переживал. Но изменить что-либо был уже не в силах. Мало кто знает, но Олег Иванович был первым, кто создал театральную антрепризу. С этим предложением он обратился к Сергею Станкевичу, который в то время был зампредом Моссовета и среди прочих вопросов курировал театры. Он как раз и поднял идею антрепризы, авторской антрепризы. Я говорю, не могу создать театр, потому что это сразу контора, это надо чем-то руководить. Это ты начальник, у тебя есть подчиненные, а мне нужно нечто творческое. Главным единомышленником Олега Ивановича был его сын. К этому времени Юра вырос в большого режиссера и поставил для отца пиковую даму по мотивам повести Пушкина и человека в футляре Чехова. Это была Борисовская роль на 200%. Как я давно не играл. Даже руки трясутся. Делом жизни Борисов всегда считал театр. Но по утверждению всех, кто с ним работал, он был просто находкой для кино. В биографии Олега есть один эпизод, который ярко подтверждает это. Однажды он снялся в случайной болгарской картине «Единственный свидетель». За весь фильм его герой произнес всего несколько фраз. Но и этого оказалось достаточно для того, чтобы неизвестный за морем артист получил кубок в Ольпе за лучшую мужскую роль на венецианском фестивале, обыграв знаменитого Де Ниру. Де Ниру говорит, кто тут русский? А Борисов? А Олег Борисов? Где Борисов? Ему никто не пустил туда. Камера не просто любила Борисова. Она была словно продолжением Олега. Когда он улыбался, например, на это обаяние, там шло через камеру куда-то уже туда, в пленку и за пленку. Денис Евстигнеев был начинающим 25-летним оператором, когда ему посчастливилось снимать Борисова в фильме «Слуга» Вадима Абдрашитова. С тех пор у Дениса было много работ с разными артистами. Сравнение с Олегом Ивановичем не выдерживает никто. Он прекрасно понимал, что иногда надо какое-то минимальное что-то сделать, а это уже на крупном плане выразит все. Достаточно одного там, не знаю, поворота глаз, не знаю, уголка губ, и уже достаточно выразить что-то. Вот он был абсолютный киноартист для меня. Я уезжаю, Паша, на совсем повышение, угадал высоко, дух захватывает. Борисов стал главным артистом режиссера Вадима Абдрашитова, который после фильма «Остановился поезд» ни одну картину уже не мыслил без Олега. Я помню, когда мы уже думали над началом работы по фильму «Слуга». Может быть, это единственный случай, когда сценарий был написан, а в голове мы держали этого исполнителя, и главной роли вот этого «белого дьявола», как мы называли, вот этого человека от власти, мимикрирующего постоянно. Конечно, это должен был быть Борисов, безусловно, но он болел бедно, он болел, он лежал в больнице. Мы поехали в больницу с Мендадзе, привезли ему сценарий, и так немножко, немножко так поговорили об этом предварительно. И он зажегся как раз от сложности, что ли, от многогранности задачи. Болезнь Олега была тяжелой и неизлечимой – лимфолейкоз. Но и к ней Борисов относился, если так можно сказать, по-актерски, как к сложной роли, и нашел таки решение. Он ее полюбил. Иногда уступал, иногда с ней боролся, в общем, договаривался. Еще и посмеивался. Я приручил этого зверя, я его знаю и по-своему люблю. На съемках фильма «Слуга» никто из творческой группы страдания Олега Ивановича не заметил. Этот человек в футляре запер свою болезнь на ключик. Борисов не догорал, а сжигал себя. И пламя это было ярким. Понимая, что отпущено немного, он спешил жить. При таком давлении лучше не волноваться. Постараемся. Ну как постараетесь? Я вот с вами сейчас говорю и уже волнуюсь. Про смерть свою, личную, он не говорил. Но вообще, вот про отношение к смерти, да, случалось в наших беседах. Он пришел к выводу, смерть это то, что придает жизни смысл. Смыслом жизни для Олега оставалась профессия – театр. И он успел создать еще одну вершинную роль Павла Первого в Театре Советской Армии. Ох, как страшен сей дух! Никто того не знает, я знаю. Я Бог мне открыл, Богом клянусь, искреню, сокрушу, разрушу! Когда я пошла смотреть в Театр Советской Армии, как он играет Павла, фактически не могла смотреть спектакль, потому что плакала. Мне все время казалось, что вот... Я вижу его последний раз на сцене, во всяком случае. Так и случилось. Олега Борисова не стало 28 апреля 1994 года. Он ушел, не дожив до 65-ти, не доиграв, не долюбив. Его последние слова были обращены к жене. Не хочу с тобой расставаться. Борисов умел сыграть то дьявольское и божественное, что хитроумно и неразрывно сплетено в кружеве каждой человеческой души. И только единожды, в конце жизни, он это кружево расплел, разорвал. Богу Богово, дьяволу дьяволу. В своей последней картине «Мне скучно без», снятый сыном, Олег сыграл и Мефистофеля, и Спасителя. Не стало ничего святого. Все разбрелись и тянут в рост. Расшатываются основы, которыми все создалось. Ну вот, опять ты за свое. Олег Иванович всегда мечтал об учениках. У него, закрытого, отдельного человека, было страстное желание продолжиться, передать тайны своей профессии молодым. Но набрать свой актерский курс Борисов так и не успел. Его жизнь кончится тогда, когда уйдут люди, которые его видели. А вот это не так. Борисов и в своем продолжении нашел нетривиальное решение, закрытого ото всех человека. Почти всю жизнь он вел дневники. И в них есть то бесценное, что может помочь молодым артистам. И когда Юра выпустил отцовскую книгу со всякими секретами, первое, что я сделал, я, значит, купил, вот сколько у меня было, 28 человек на курсе, я купил 28 книг, и каждому из них подарил. Юра пережил отца на 13 лет. Он успел разобрать и выпустить все записки Олега Ивановича и снять замечательный документально-игровой фильм о нем с участием Евгения Миронова. Разве что-нибудь из дневника. Дело было в Карабихе под Ярославлем, где я жил до 9 класса. Но Борисов не был бы собой, если бы остался до конца разгаданным. Когда я вижу его на экране, я чувствуюсь какой-то, ну, прям, знаете, такой, меня будоражит всего, потому что я иногда не понимаю, как он это делает. Я не понимаю, как в таком все-таки возраст и болезнь и все можно так отчаянно наотмашь играть. Он был очень совестлив. А совесть по Достоевскому, совесть – это предчувствие, доступное человеку истины. Такие люди приходят в мир, чтобы тревога не исчезла. Нет, жизнь Борисова не уйдет вместе с людьми, которые его видели. У истории свой календарь. Она вписывает туда и оставляет в этом календаре того, кого она хочет. Веков течение сметает следы, и только немногие остаются гениями и вписаны в историю. Борисов вписан. Нет никакого сомнения в том, что он вписан. Он великий актер, величайший. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова